То, что Россия пропускает международный уровень и в сезоне 23-24 не едет на чемпионат мира в Чехию. Только молчит Америка и молчит Канада, потому что им это не надо. У нас молодежная сборная не играет, но возвращайте в эту суперсерию. Ильянов прав, когда он говорит, что снег еще не сошел в март, и у нас осталось всего лишь 4 команды в сезоне. Теннис может быть на Олимпиаде, потому что там национальная федерация ничего не значит. Почему мы не можем выйти из этого ИХАФЭ, которые ведут себя действительно по-скотски по отношению к нам? Роман Борисович, что все надеются, что мы вернемся там чуть ли не завтра. Виталий, успокойся! Да человек, если ты вопрос, ты пытаешься все сломать? Да молчу, молчу, молчу. Вот скажи. Всем привет, привет, ребята. Это передача «Релхоккей». Виталий Виталий Славин жадно пьет воду, потому что он готов сейчас бурно броситься в эфир. Павел Исенков, Андрей Вертаев, Артем Батрак. И мы обсуждаем очень горячую тему. Виталий прямо уже пьет воду, потому что он сейчас вспыхнет. Если этого не сделает. Фонтан такой, фонтан будет. Уже вспыхнул, видите, уже есть красный. Горю, горю. Красный, горит. Несколько дней назад ИХАФЭ, почему-то не дожидаясь мая конгресса, в марте решила... Я объясню тебе почему. Да, решила собраться. Мне, кстати, сказали, что эта встреча была регулярной. То есть у них как раз в это время стартуют чемпионаты мира на нижних уровнях. То есть они как бы встречаются, но почему-то решили это объявить здесь и сейчас. Даже Тордиф, он обычно как бы этого не делает. Он записал видео. Такой бледный, как будто захватили прям заложники. И он так... Так и есть. Он сказал о том, что отстраняет Россию и Беларусь еще на один год. Сезон 23-24. Пропускаем мы. И опять он это все объяснил соображением безопасности. Причем смешной момент. Он сослался на какую-то неизвестную компанию авторитетную, которую они наняли для экспертизы. Она продала экспертизу и сказала, что это небезопасно брать русских и белорусов в международные соревнования. И они говорят, ну, они сказали, компания, мы решили не брать. То есть они, во-первых, ссылаются на вот эту безопасность. Во-вторых, на какую-то мнимую компанию. Ищут кучу отмазок. И в итоге... Даже, кстати, это решение было принято, как я понял, без какого-то внутреннего тайного голосования в Совете ИХФ. Потому что так обычно и делают. То есть 15 членов Совета ИХФ проголосовали. 8 за, 7 против. Ну, возвращаем. Или наоборот, не возвращаем. Павел Буре входит в этот Совет ИХФ. Его не позвали. Он в этом не участвовал. Его отстранили. Это тоже неправильно. Есть много мнений на этот счет. Но оно, в принципе, однозначное. То, что Россия пропускает международный уровень и в сезоне 23-24. Не едет на Чемпионат мира в Чехию взрослые. Не едет на молодежный турнир в Швецию, в Гетеборг. Юниорский Чемпионат мира пропускаем опять. Виталий, какая была твоя реакция, когда ты об этом узнал? Где ты находился в этом мире? Где находился? Дома находился. Дома? Это было дома? А ты где был, Артем? Не важно. В итоге, знаете, самый прозорливый из нас оказался Андрей. Мы обсуждали эту тему. Помните? Я был, а я наивный оказался. Ну, я вообще все верю в лучшее. Надо на земле оставаться. Я был убежден, что в 24-м году вернут. Но я не учел, что Чемпионат мира будет в Чехии. А Чехия, знаете, она категорически против нас. Следующий Чемпионат мира, кстати, будет в Швеции. 25-м? Да. Ты правильно сказал. Ты говоришь, я не могу понять, как будет Хафе, что будет делать, если откажутся играть в Чехии, в Швеции. Я думал, что это все произошло. И Хафе, Тарадьев понял, что они играть не будут. Бэтмен перед ними сдался. Кубок мира отменил. А сейчас почему? Потому что Чемпионат мира остался. Они не могли тянуть уже до майского конгресса. Чемпионат мира остался год с небольшим. Если бы они сейчас сказали бы, все, мы их возвращаем. Чехии, пошли, мы не будем Чемпионат мира проводить. И этих поддержали бы, шведы, финны. Сейчас только они приняли это решение. Прямо в тот же день Федерация Финляндии их поддержала, Федерация Швеции поддержала. Все, молодцы, так и будет. Все. Только молчит Америка и молчит Канада. Потому что им это не надо. Продолжим тему. Вот я сказал. Почему они именно сейчас приняли? Потому что все. Потому что Чемпионат мира в Чехии. Уже надо принимать решение. Потому что сегодня, не дай бог сказать, что мы допускаем россиян. Мало ли. Потому что МОК вот у нас свежий... Что интересно. Сейчас закончим мысль. МОК вот свежее сообщение, что они 28 марта собираются и будут принимать решение о допуске. Скорее всего, будут допускать. Но уже они только это сказали. Президент Федерации Лыж Польши. Он же как отреагировал? Нет, вот слушай. Это не шутка. Нет, нет. Это, слушай. Вряд ли по-русски так не сказал. Нет, это же про Олимпиаду. Про Олимпиаду говорят. Они говорят, окей. Наши лыжники допустили вроде бы. Хотят допустить. Он говорит, да, Россию допустим. Та 30 сборных не приедут. Вот говорят, убирайте. 30 сборных. Это то же самое, как в хоккее. Вот они начинают. Ультиматум просто МОК ставить. Потому что МОК-то понимает. На них давят эти американские компании резонные. Давайте русских. И к чему это ведет? Что эта Олимпиада пройдет. А вот насчет следующей Олимпиады в Италии я сильно сомневаюсь. Она может накрыться. Потому что если там НХЛ точно не будет, если нашего хоккея не будет. Почему не будет точно? Ну, они уже пропустили две Олимпиады. Потому что они Кубок мира не провели без русских. Если нас не допустят, что НХЛ пошлет игроков? Зачем? Они свой Кубок мира без нас не проводят. А к тому, если нас не допустят на Олимпиаду в Милане в 2026 год, НХЛ точно не пойдет. А почему не допустят-то, если в Париж допустят? Ты видишь, что я тебе говорю? Сейчас гимнаст должен был в чемпионат Европы в Турции. Что у тебя мотает? Да слушай, я тебе картину рисую мировую. Я не понимаю, почему Париж допустит, а в Италии не допустит. Я же тебе объясняю. Сейчас будет проходить чемпионат Европы по гимнастике в Турции. Все, на что они допустили. А это отборщие соревнования. Так в Италии зимняя Олимпиада будет. Я тебе говорю, что сначала Олимпиада будет летней пройти. То есть, на летнюю не допустят, а на зимнюю не допустят? Да не допустят. Никуда не допустят. Никуда не допустят. Ты же сказал, что шансы высокие в 28-м году. Да, вот и начался. Ты же про 28-й, а сейчас-то 24-26 еще. Нет, я про 26-й. Он сказал, что 28-го марта МОК будут принимать решение, как допустить. Без флага, без гимна. Я тебе уже объясняю ситуацию. Уже Польша сказал. На Олимпиаду не поедут они? Да, они сказали, что не поедем. Мы 30 команд, лыжная федерация. Откуда это 30 команд? Федерация, члены федерации. Да почему? Там 100 членов федерации. 100 членов федерации. У нас тоже Грузия есть. А на что, сейчас 30 сказали? Не будут участвовать. Они говорят, что Россия будет участвовать. 30 не будет. Выбирайте, что вы выбираете. Какие 30? Я тебе говорю, ну, подожди, футбол проскочил. Проскочил, отказались играть поляки эти. Все, потому что мы не нужны на футболе. А шахматы как там? Нет, а шахматы тоже. А батут. Ясняю, шахматы. А батут. Сейчас проходит турнир в Индии. Украинские шахматисты отказались играть. Потому, что Россия не бойкоты объявили. А вот теннис в Австралии. Нет, я тебе расскажу про теннис. А вот теннис. Нет, слушай, а что ты говоришь? А вот теннис может быть участвовать. Потому, что там не сборная. А сейчас идет турнир в Майами. Там играют и все. И украинцы, и белорусы, и русские. Все, и американцы. Все. Вот теннис может быть на Олимпиаде. Потому, что там национальная федерация ничего не значит. Вот они там... Теннис может быть исключением на Олимпиаде. Вот тебе говорят, 28-го послушаем, что Бах скажет. Он-то тянет. Он хочет, чтобы наши участвовали. Его американские компании заставляют. Давай, русские. Давай, русские. Ну, вот если будет такой бойкот по 30 человек лыжные. Ну, это да. Это 26-й год. А сейчас гимнасты не допустили. Все. Вот если сейчас... Это коллекционный. Понимаешь? Коллекционный турнир. Отборщий турнир к Олимпиаде. Есть наш... Ну, чего смеешься? Вот наши... Я просто не в кристалл понимать немножко. Ну, чего? Нет. Я смысл понял, что там 30 стран откажутся. Скажут, либо мы 30, либо вот одна Россия. Что за бред? Какие 30? Это прицедеяне. Которые на Олимпиаде участвуют. Кто они? Ну, там 30 стран, наверное, участвуют на Олимпиаде. Да нет. Смотрите. Федерация лыжных гонок. Там, наверное, 60 или 70. Виталия. Больше там сильная. Можно я скажу? Больше сильная, да? Ну, сейчас может нет. Ты уже сгоришь один только ты и говоришь здесь. Дай мне сказать, когда бы что-то, как ведущему. Говори, говори. Ну, я вам объясняю ситуацию. Вы не хотите слушать. Ты слушай сам, в первую очередь. Давай, давай, объясняй. Вот, пожалуйста, фехтовальщики приняли решение. Есть же федерации разные. Есть хоккейная федерация, есть фехтовальная. Да. Фехтовальщики приняли решение о том, что они русских допускают. И сразу Финны отменили турнир. Да, Финны сказали, мы турнир войны. Они отменили турнир. Немцы сказали, все. Новость висит, украинские фехтовальщики решили не участвовать в турнире. Да, вот о том и речь. Бог придется выбирать. Или Россию допускать, или потерять половину команд. Что, хочешь сказать, немцы тоже отказались? Да, немцы отказались. Проводить турниры. Если мы про фехтование говорим, то Финны и немцы отказались. Проводить турниры. Да, с участием россиян. Этапы, да? Да, да. Вот о том и речь. Я говорю, волчь ему веду. Что Баху вывернут руки, он не сможет допустить. Вот и все. Да. А не будет русской. Как я говорю, ну вы представьте, мы же приходим на хоккей, вы представьте Олимпиаду в Милане, если там не будет наших хоккеистов и не будет наших фигуристов. Да кому нужна будет эта Олимпиада? Американские компании все рейтинги упадут. Там в Америке что смотрят? Фигурное катание и хоккей. И все. И прикроется эта лавочка Баха. Не, ну фигурка-то там чемпионат мира сейчас идет. В Японии там-то полно. Ну это в Японии. Ну чемпионат мира? Ладно. Короче, я к тому, что смотрите, в этой всей истории на самом деле все очень просто. Хорошо, у нас молодежная сборная не играет, но возвращайте в эту суперсерию. Да. Пусть просто играем в суперсерию, да. Потом там регулярка в НХЛ заканчивается, делаем суперсерию там какого-то, никакого формата, вот играем. То есть на самом деле есть вариант показать, что просто нужно как-то с канадцами договориться об этом, чтобы они, ну вот прямо на молодежном уровне это вообще в легкую делается. Паша, если ты мне позволишь продолжить. Сейчас какая ситуация получилась? У нас, как была у Канады в начале 70-х, когда их тоже МОК отстранил от участия в чемпионате мира, помнишь что, да? Потому что они хотели, потому что им надоело проигрывать нашим. Они сказали, мы хотим заявить 9 профессионалов. А эти отказали, потому что да, если ты заявляешь профессионалов, то ты не можешь участвовать в Олимпиаде. Это сборная дисквалифицируется, которая сыграет с ними. Потому что считаются Олимпийские игры, это строго любительство соревнований. И они 7 или 8 лет не участвуют в чемпионате мира. Ну, как они вышли в ситуации? В 1972 году была суперсерия. СССР Канада. В 1974 году была вторая серия СССР ВХА. Потом стали клубные серии. Правильно говоришь? Нам на прямую договариваться. А мы играем в клубные серии. Застаном из Беларуси. Что, он хочет с нами играть? Нет, он же про сборные говорит. Можно сборные попробовать? Нет. Батергородный серию попробовать вернуть. Почему нет? Батергородный, молодежь. То есть, они будут поезжать по городкам Канады, где как раз много украинских выборов. Выбрать другие. Там 4 миллиона живут в Канаде, если не ошибаюсь. Или сколько-то миллион. Большие диаспоры. Нет, слушай, но играют же российские игроки в Канаде. Хорошо, давайте. А как отмечали сейчас? Я к тому, что Овечкин. В Вашингтоне Овечкин чувствовали, чествовали. Его же там поставили счет 15 из других клубов игроков. Там Дели говорит, такой я сам успел. Смотрите, приходит полный дворец. Говорит, если бы не Овечкин, то бы ничего не было. Как все болеют? Мы там такие подарки преподнесли. От города Яхова. Да, ладно. Смотрите. Вот я как вижу выход. Вот наши должные ветераны, я вперед говорю насчет Ларионова, он предлагает. Я тоже считаю, из-за хафе надо выходить. Давай, все. Ты прям этот. Понесло. Да, вообще. Давай, Ларионова. У нас ситуация получается такая. Ихафе нас отстранил на сезон 23-24. И я в Нижнем Новгороде побеседовал с двумя как раз тренерами. Да, Ротенберг тренирует СКА, при этом он первый вице-президент ФХР. И Игорь Ларионов, человек из НХЛ, из системы НХЛ, даже прекрасно всех знает. И он тренирует торпедо. Роман Ротенберг рассказал в интервью то, что надо просто ждать, потому что ИХФ рано или поздно нас вернет. Как только нас вернет, мы нас... То есть, грубо говоря, когда обстановка в мире изменится, внешнеполитическая, то уже на следующий день, на следующий, прям сразу же ИХФ нас возвращает. А мы сразу же готовы играть, потому что мы себя держим в хорошей форме, мы хорошо выступаем, развиваем свой чемпионат. Нам не нужно увеличить чемпионат с 68 матчей, потому что и так много, больше не надо. Нет времени там тренироваться, готовиться. Нужно сборы проводить. Так, календарь не надо никуда двигать. 30 апреля последний матч. То есть, все как есть, оставляем. У нас все зашибись. Игорь Лорионов через 15-20 минут после Ротенберга мне в интервью сказал совершенно бомбические вещи. 28 сентября играть должен быть первый матч регулярки КХЛ. Заканчивать мы должны в конце мая. Это такой немножко сдвинутый модель НХЛ. В начале сентября садиться на сборы. Ну, хватит там три недели, чтобы подготовить себя к сезону. Мы должны выйти из ИХФ, стать независимой лигой, как НХЛ. Мы должны потом с ИХФ договориться, какие-то там соглашения. Мы должны забыть о евротурах, играть там по 80 матчей в чемпионате, развивать свою молодежь. И логика в его словах есть, потому что у нас строятся новые дворцы. Новый дворец в Новосибирске, в Омске, в Нижнем Новгороде. Эти дворцы должны заполняться, потому что май самый рейтинговый месяц. Это как вот елки проходят там в декабре. Почему май самый рейтинговый? Потому что в мае чемпионаты мира. Все и на даче поехали. Нет, чемпионаты мира проходят. У нас в августе люди жалуются картошку, выкапывают, не приходят на хоккей, а в мае шашлыки. По 30% там вот эти все рейтинги на телевидении. Потому что чемпионаты мира – это сборная. А мы говорим, что в мае будет играть там 4 команды максимум. И это прям... Нет, ну это решающий матч. Это решающий матч. Я на самом деле не вижу большой проблемы в сдвиге. Я вообще не понимаю, как бы зачем двигать. Я не понимаю разницы. Вот да. Какая модель вам ближе? У меня вопрос в том, что Ротенберга или Лорионова? Лорионов сказал, мы будем строить модель НХЛ, выходим из ИХФ, посылаем их нафиг. Он сказал прямо, говорит, что ИХФ от нас отвернулась. В отличие от НХЛ. Если они от нас отвернулись, зачем нам они вообще нужны? И вот это прям хороший подход. Я вообще не понимаю, почему мы все время кому-то что-то пытаемся доказать. Вот реально. Мы проводим там какой-то чемпионат мира. Все приезжают и говорят, ох, как круто. Потом через два года говорят, что не-не-не, там вот уже было. И вот мы все время стараемся. Давайте просто делать, вот и все. Я согласен... Нет, ты что говоришь? Я согласен с посылом, давайте выходите из ИХФ и стремиться как-то вокруг своих каких-то интересов строить турнир. Но я правда не понимаю, чем май лучше с сентября. Вот это я тоже не втыкаю. То есть, я на самом деле вот тут... То есть, если матчей будет больше, ладно. Я не за увеличение количества матчей. А если нет? Можно просто оставить то же количество, но, ребят, продлить чуть-чуть. Ну, то есть, условно говоря, этих 68 уложить не с 1 сентября по 28 февраля. Или, короче, до марта. Ну, скажем, там до середины марта. Ну, то есть, на 2 недельки, на 3 недельки продлить. А потом тебе уже и плей-офф там в мае уйдет. Вот и все. То есть, количество матчей-то нормальное. Мне просто спешить так не надо, наверное, как спешили в этом году. Но мы и не знали вообще, что из этого получится. Вот и все. Да. А так я реально не вижу кардинальной разницы, что мы начинаем 1 сентября, что мы начинаем 27 сентября. У нас... Я не очень как бы силен в политике, чтобы там бравировать какими-то там фактами. Но я как вот слежу, то, что сейчас происходит. Мы из кучи международных организаций вышли. Мы вышли из каких-то там... Да, все европейские вышли. Да, мы из них вышли, потому что мы сказали, вы там нафиг нам не нужны. Мы сами по себе. Почему мы не можем выйти из этого ИХФ? Которые ведут себя действительно по-скотски по отношению к нам. Слушай, ну, я думаю, что тут нужно начинать, наверное, с переговоров. Нет, ну, КХЛ и ФХР, как вот это... Да нет, ну, что нас держат? Нет. Что нас держат? Ну, вот же, как ты же сам говоришь слова Романа Борисовича, что все надеются, что мы вернемся там чуть ли не завтра. Виталий, вот объясни мне. Мы, допустим, несостоявые ИХФ, на что, на Олимпиады перестанут пускать? На Чемпионаты мира перестанут пускать? Или что? Так нас и так не пускают. Так Канаду... Так, получается, Федерация Канады, она имеет отношение? Но НХЛ же не имеет отношение к ИХФ? НХЛ дает своих игроков Федерации Хоккея Канады, и они их отправляют. Федерация Хоккея Канады состоит в ИХФ. То есть, получается, КХЛ не должна зависеть от ФХР. В этом проблема? Да нет, не в этом проблема. Действительно, сейчас вот спрашиваю... Господи. Может, она хоть чуть полезно скажет в программе. Какой ответ? Нет, действительно, вопросы возникают, зачем на это ИХФ это нужно, получается? Если она столько банит, ничем она вам не помогает. Я говорю, вот, не знаю, может, я такой оптимист, или вообще там в небесах витая. Может, вот нашему Лариону, там, Фетису, Третьяку, кто-то у нас еще, там, Датсу, Буре, выступит в совместном заявлении, обратился к своим друзьям, товарищам, там, американцам, канадцам, сказать, ребята, давайте спасать мировой хоккей. Смотрите, что происходит. Кубка мира нет, Олимпиады нет, чемпионат мира вообще какую-то в филькину грамоту превращается. Давайте меня спасать, давайте соберем свою организацию с нуля, давайте создадим, хотя бы начнем играть между собой. Вот, самый простой пример, или как это сделать, ну, пауза на матч, звезд НХЛ. Ну, сыграйте там, пусть победитель Кубка Гагарин сыграет с чемпионом НХЛ, в лазере Кубка Стэнли. Хотя бы для начала, ну, почему нет-то? Надо контакт возрождать. Так мы действительно мировой хоккей просто угробим, и все. Они себя угробят, я не знаю, какой там интерес сейчас будет чемпионат мира смотреть в Финляндии, в Латвии, потом в Чехии. Ну, кто там? А в Чехии, ты знаешь, почему я думаю, еще, они же чемпионы мира, чего-то никогда не были в последний раз. Они же вот сейчас взяли бронзу на последний чемпионат мира в Финляндии, они до этого что-то 10 лет. На молодежке. На молодежке, да, да, в финал даже вышли. Им на руку, что на русских нет, у них появились шансы что-то выиграть. Ну, Канада-то, Америка, они хотят играть сильнейшими. Ну, какой интересно играть там с финнами, с шведами, с чехами. Ну, неинтересно им это. Интересно с Малкиным, с Овечками, с Капризовым играть. Когда, вот, ты помнишь, как Олимпиады, мы же с тобой были, как они выскочили на Ванковере-то. Они просто там готовы были уничтожить. Ну, какую-то другую команду они так выскочили. Канадцы, что-то в финале, помнишь? Я помню. Ну, вот. Вот о том и речь надо спасать. Это не совсем правильный пример, потому что... Нет, а знаешь, что вот если вот такой, сделать такой призыв, тогда они не смогут промолчать. Вот эти все в Америке, они должны какой-то ответ дать. Да, мы согласны, что... Так они дадут ответы, разберитесь со своей политикой. Ну, вот посмотрим. Ну, смотри, они же не говорили об этом, разберитесь с политикой, когда приглашали на Клуб Мира. Там не было ничего о политике. Они сказали, они готовы были нам дать играть. Они сейчас не говорят о Вечкам, разберитесь с политикой. Они никому не говорят, ни капризов. Все играют там прекрасно. НХЛ не говорили о том, что нас приглашали на Клуб Мира. Как? Когда? Официальное приглашение не было, об этом никто не говорил. Да ладно, ну, как только отказались. И темы Клубка Мира, они с ними не обсуждают. Да Клуб Мира убрали сразу, как только эти сказали, что мы не будем играть с русскими, и все. Без русского Клуба Мира никому не нужен, ты же это прекрасно понимаешь. Это НХЛ внутри себя обсуждали. Я и говорю, ну, вот надо начать с этого. Обратиться к НХЛовцам. К людям сказать, давайте спасать мировой хоккей. Вам что, молодой чемпионат мира нужен без русских, что ли? Какое отношение НХЛ имеет к молодежному чемпионату мира? Ладно, ну, давай свое предложи решение. Хорошо, предложи свое решение. Предложи свое решение. Как спасать мировой хоккей. Виталий, ты стол не можешь сказать. Я пытаюсь сказать, ты меня перебиваешь. У НХЛ есть свои молодежные лиги. Они там, эти все, Кубекская лига, Антария. У них там прекрасно идут чемпионаты, и оттуда ребята там через рейтинги, через драфты попадают в НХЛ. И это молодежный чемпионат мира до лампочки. Это совершенно другая структура. И не надо забывать о том, что... Ну, до лампочки и полный стадион, я там, наверное, молодежный чемпионат мира. Ладно, болтать. Канада там зарабатывает. И ХФ все время отдает, потому что они единственные, кто зарабатывает чемпионат мира. Что ты прекрасно живешь? Не надо забывать о том... Полный стадион, до лампочки. Не надо забывать о том, что при Рене Фазеле, который работал с 1994 года во главе и ХФ, чемпионаты мира развивались замечательно. То есть, чемпионат мира из местечкового такого турнира, который считался... Ну, вот сейчас, допустим, проходит чемпионат мира по фехтованию, по бадминтону, по борьбе. Но они как бы проходят и проходят. Для своих видов спорта они важны. По хоккейсмичу. Да, они не становятся такими глобальными событиями. Чемпионат мира вырос очень круто и по рейтингам, и по зрительской аудитории. Особенно, когда в Канаде прошел. И в Канаде, да. Там были запредельные рейтинги. И Кроссбит приезжает, и Макдэвид. То есть, реально рейтинг рос-рос-рос при Фазеле, и рос как бамбук. То, что сейчас все это рухнуло при Тардифе, это же другая история. И действительно превратились в какую-то фильтр награмотную турниру. У меня вопрос к вам, как к комментаторам. Чемпионат КХЛ, если мы сделаем, будет 82 матча, допустим, все удлиняем до конца мая. Будет ли это хорошо в нашей индустрии, и лично вам? Вот я, как ведущий социальной сети, мне будет круто. То есть, плюс полтора месяца, когда тебе будет идти реклама от букмекеров. Когда ты воскресенье, когда ты работаешь. У вас получается, вот сейчас идут, 4 команды остались, по сути, скоро останутся в чемпионате КХЛ, в плей-оффе. Вам уже трудно найти работу на матче, потому что там же конкуренция большая, комментаторов. У вас там попадаете, и там раз в неделю работаете, вместо того, чтобы работать каждый день. Вы уже, грубо говоря, там в мае ничего не делаете. Хотя в мае это то время, когда вы должны работать, как в Америке. Люди же работают, там все и студии ведут, и комментируют все это. Вот начнем с тебя. Виталий, успокойся! Дай человеку, если ты вопрос, ты опять пытаешься все сломать. Я молчу, молчу, молчу. Вот скажи, вот начинается новая система, которую предложил Лорионов. Как она отразится лично на тебе? Ну, как она мне... Ну, ты же сам правильно сказал, больше матчей, больше работы. Тут вопросов нет вообще. Меня немножко смущает просто количество матчей. Если действительно мы хотим больше матчей, но нам, наверное, больше команд. Потому что и так у нас на Мур с Адмиралом сыграли 10 матчей. Ладов позабочил. А так у нас команды мало. То есть, в этом смысле для меня вопросов нет. Я бы хотел, конечно, больше работать, больше матчей. Просто, может быть, у нас же есть все равно дни, когда у нас там... Ну, их мало сейчас стало, кстати говоря, в этом сезоне тоже был плюс. Но прям мало дней, когда было там 11 матчей, например, или 10 матчей. Это верное замечание. А так, допустим, если каждый день, ну, допустим, по 2-3 игры, и они как-то так удобно, допустим, расположены, что можно реально вот все 3 игры там друг за другом как-то расположить, чтобы и болельщики могли все матчи смотреть, а не параллельно там 5 игр, например, да? Вот как-то их чуть-чуть подлиннее размазать, мне кажется, вот это было бы интереснее. Ты кайфанул от этого сезона КХЛ или он был слишком плотный? Очень много игр. Да нет, он был нормальный, да и в плане плотности тоже. Но, говорю, можно его чуть подлиннее сделать. Никому это не помешает. Слишком мало, но серьезно, 6 месяцев в хоккее. Ну, прям вот все, ни больше, ни меньше. Но август я как-то не считаю. Мне интересно, как опять же устроен ваш быт. Что вы делаете в мае, в июне, в июле, в августе? Вообще никакого хоккей. Не, ну, смотри, допустим, сейчас у нас просто такая немножко новая ситуация. В мае был чемпионат мира, ну, там, со сборной, без сборной. Да, допустим, НХЛ. Ну, вы не имели отношения к чемпионату мира, ну, если ты не работаешь на первом канале. Почему Матч ТВ показывал чемпионат мира? Показывал, да? Да, и даже в прошлом году мы показывали Матч ТВ чемпионат мира. Поэтому, вот, когда мы говорим, там, май-июнь, это все равно и чемпионат мира, и НХЛ. Потому что на НХЛ... Когда трансляция шли. Да, да, ну, я не знаю, посмотрим, что будет в этом году, потому что, может быть, у нас будет, вот, 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 как это уже началось в прошлом году, вот эти турниры 3 на 3, их было несколько от КХЛ, от ФХР, там, еще какие-то, у нас какие-то, может быть, медиалиги начнут активно этим летом как-то запускаться. Я скажу так, всегда можно пойти и покомментировать детей. Ну, летом тоже ты особо не пойдешь. Ну, что значит нравится? Я езжу туда к своему другу на прорыв, и там мне нравится, да. Там не только работаю. Да, но как раз вместо того, чтобы комментировать детей, все-таки хотелось бы видеть в конце мая или в начале июня финал Кубка Гагарина. Да, действительно, Лорионов прав, когда он говорит, что снег еще не сошел, март, а у нас осталось всего лишь 4 команды в сезоне. Виталий, ты все время защищаешь 3К, Федерацию, они говорят, вот, Роман Артенберг, он имеет право так говорить, человек был руководителем штаба сборной, выиграл Олимпиаду, он прошел торпедо в серии, он идет дальше, он построил, как бы, классную команду, он имеет право на мнение. Его мнение, не надо ничего менять. И оно, кстати, основано на, там, он с Юрзином постоянно общается, то есть, человек не с улицы пришел, там, какой-то самодур, у него что-то есть под этим. Как ты считаешь, если мы действительно ничего менять не будем, будем просто сидеть и ждать? Может быть, так и сделать, как Федерация хочет? Нет, ну, насчет Артенберга, я думаю, может, он что-то знает, то, что мы не знаем. Все-таки Тордиф сказал, что будут принимать решения в 2024 году. В 2024 году, почему там это красная линия, потому что в 2024 году они будут играть в квалификацию в Калипийском игре. Мы опять возвращаемся, насчет квалификации вот этих гимнастов, все. Потому что, если мы не будем участвовать в квалификации, то есть, мы автоматом не будем участвовать на Олимпиаде. Может, он хочет вот этот выждать еще год. А мы не должны участвовать в России в квалификации. Беларусь. Беларусь будет участвовать. В Беларуси, да. А почему? Мы рейтинг потеряем. Нет, они сохраняют рейтинг. Ах, хорошо. Они заморозили его рейтинг, мы там третье в рейтинге ставим. Хорошо, в Беларуси должны участвовать. Если они рейтинг нам бы обрушили, мы бы тогда при возвращении на чемпионаты мира играли бы, начиная с Китая, Голландии, это был бы фарс тотальнейший. И они нам сохранили рейтинг, заморозили, мы вернемся сразу же без этих конфликаций и на Олимпиаду. Беларуси придется, они всегда через отбор шли. Беларусам, да. Да, да. То есть, это вот красная линия, действительно. Может, Ротенберг хочет этого дождаться, еще год как перетерпеть. А насчет того количества матчей, я просто хотел встрять. Потому что я просто фамилии не нашел. Руководитель Салат Ивилов ответил. Баширов. Да, он же сказал, ребята, с такой логистикой мы не потянем столько матчей. Потому что, говорят, мы же стоим в общей очереди. В аэропортах. Нам никакой нет приоритета. Кстати, эту тему я обсуждал с руководителями Торпедо по поводу вот этих аэропортов. То, что команды, спортивные топовые команды КХЛ, каждая из них топовая, потому что выступают в такой лиге, должны пропускать через ВИПы. Ну, вот надо сначала с этим разобраться, а потом уже думать о количестве матчей. Но это разобраться сложно. Я вот полностью согласен с тем, что нужен этот рассредоточник, календарь. Рассредоточник, да. Потому что сейчас пловов там играет по 4 матча в день. Ну, это же невозможно, а матчи-то хорошие. Хочется все посмотреть. Вот хотя бы пловов бы развести. А вдруг если пловов разведешь, тогда... А адмирал бы не попал при саращи, сколько пришлось бы разводить в первом раме? Да, при саращи, тогда придется саращи закачивать. Понимаешь, если пловов будет длиннее? То есть, тут тоже так все непросто. Поэтому я бы не стал рубить, как Ларьонов предлагает. Потому что я согласен, что когда там теплые дни, в сентябре народ неохотно на хоккей идет. Ну, может, тогда не 1 сентября, а там 10-го, 15-го. Европа, кстати, начинает 10-го, 15-го, насколько я помню. Там 12 команд там играет. Нет, но они уже подтягиваются. Там не все тоже приличные матчи в Финляндии. Ой, не знаю. Тут дата... Ну, а что? Ты говоришь, что тепло в начале сентября, в мае еще теплее. Тоже, я согласен. У нас пока не было опыта. Сейчас так легко сказать. Мы все на это ориентируемся. Ну, где там, извини, больше 100 лет лига существует, а мы... Ну, хорошо, например, уедешь ты на дачу в мае, к примеру. Уедешь ты на дачу. Нет, нет. Вечером ты что? Понимаешь? У тебя будет хоккей. Ты включишь хоккей. Какая разница? Ты что-то в стадем пришел, что ты телерейтинг даешь. Нет, послушай. Да, я с того... Другое, что в сентябре-то играют эти матчи... Слушай, Артем, в сентябре-то матч ничего не значит, а здесь-то это полуофт, решающий матч. Туда и так придут. Да. Даже в мае. В мае. Даже когда все уедут. Вот в мае... Кто-то даже обрадуется, что ты уедешь на дачу, а я билет. Нет, жена уедет, а мужики пойдут на хоккей. Я думаю, мать-то можно закрывать спокойно полностью. Я не думаю, что это проблема. У меня вопрос другой. Тем более, останется там 2 или 4 команды всего. Ну, там будет весь город, как сейчас торпеда. Ну, если торпеда играла в мае, что-то думаешь, не пришли в мае. На торпеда мне рассказал Харламов... Или Ярослав тоже пришел бы в мае. На торпеда мне рассказал Харламов 85 тысяч заявок на третий матч. За 3 минуты билеты раскупили. За 3 минуты раскупили 2 тысячи билетов, которые выбросили в продажу. Вы посмотрите, все фан-зоны делают. Адмирал вообще в 4-х городах делает фан-зоны. Туда приходят, там города... Ну, вот я запомнил Артем, потому что... Единственное, что ты можешь запомнил. И вот другие дальневосточные города... Это приходит народ? Там народ в этих фан-зонах, а адмирал специально договаривается с кинотеатрами. Там люди смотрят. А вы говорите, что адмирал сделал. Вот, что адмирал сделал. Да нет, у вас только заболел. Все фан-зоны, ребят, даже в ВХЛ фан-зоны сейчас делают. Вот я одну знаю точно. Там, наверное, пиво можно пить, да? Наверняка. Ты представляешь, в мае хорошая погода для пива, Андрей. Рад ты, фан-зоны вообще. А на улице же можно сделать. Большая, кстати, проблема для Нижнего Новгорода, что они не могут продавать пиво. И это касается... Это не только Нижнего. Не только Нижнего, да. Это большая проблема, потому что ты не только зарабатываешь, но народ охотнее идет. А мне вот интересно, а можно просто поставить палатку рядом со стадионом? И люди, например, подходят. Ну, не прямо на территории, но я думаю, вот ты... Я просто знаю города, в которых прям вот такие вырастают разливаечки возле аренд. Ну, ладно. Там по закону какой-то метраж есть. Нельзя надавать. Я не думаю, что... Ну, через дорогу там, в принципе, уже можно. То есть, я знаю города, где ты дорогу перешел, и уже все хорошо. Ну, значит, можем, почему нет. Возвращаясь к базовой теме. Сейчас позиция наша немножко такая унизительная. Потому что я даже, кстати, точно не скажу. Ну, наверняка мы взносы в этих АФ платим. И они не зовут нашего представителя на свои заседания. Они принимают решения сами без нас. Они нас выкидывают отовсюду. И мы такие, ну, давайте еще подождем. Кожевников, вот, уважаемый эксперт, выступил. Давайте ждать, там все нормально. Он говорит, мы будем ждать, а Тардиев там терпила. Типа, а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. То есть, не перепутаете, да? Да, да, да. Кто ждет, а потерпит. Да, у французов они все этой ориентации. Да, ну, мы подождем, все нормально. Вот. Вот такая может быть позиция, да? Но не будет ли даже с точки зрения психологии сильнее позиции? Мы будем больше сами себя уважать. Если мы из этой АФ выйдем, им тогда не придется нас выгонять и оставлять, потому что мы уже не с ними. И мы выйдем и скажем, ребята, идите лесом. Мы строим свою лигу. Она для нас важнее всего. Когда вы сами к нам придете, договариваться. Мы готовы, чтобы федерация с вами выстроила отношения. Но сейчас мы от вас уходим. Как Виталий правильно рассказывал про этот пример, когда канадцы вышли оттуда. Восемь лет, да. И их не было с 72-го по 79-й. Не-не-не, 69-го по 77-й. Да, они вышли сами. Их никто не унижал. Нас унижают постоянно в этом смысле. Будет ли лучше так? Ну, вот даже не про их АФ я говорю, не про эти федерации, а с точки зрения психологии. Ну, мне бы это решение очень понравилось. Я уже давно говорю, мы все время пытаемся кому-то что-то доказать, провести там лучшие турниры, как бы вот выделиться. А потом мы приезжаем в другие города, там и, условно говоря, и раздевалка простая, и стадиончик, ну, такой. Вот. И как бы все приезжают, говорят, что хорошо. Короче, просто давайте от себя плясать, и все. Ты мне расскажи, ты ездишь, опять же, по стране. Ты часто приезжаешь в ту же Тулу. Тула – самодостаточный город. У них есть молодежная команда, у них есть вышка, у них есть новая арена они построили, у них есть люди, варятся там. Для них это важно, сходить на матч молодежной команды. Там билетов тоже нет на плей-офф вообще. На вышку, где-то на регулярку тоже не хватало. Туда, там люди идут на хоккей. Объяснимо сказать. Ну, там 3 тысячи. Ну, для вышки. У некоторых по 300 человек. Вот простой пример. Вот есть город, они создали там внутри свою хоккейную структуру. Они, вот представь себе, у них там в мае они бы играли, да? Ну, в мае, кстати, туда, я так понимаю, что из сборной Беларуси приедет опять. Ну, это да, хорошо. Туда, куда сборная не приезжает. Я говорю про то, что у тебя есть, вот опять же, с точки зрения экономики, у тебя есть дворец, ты его построил, он должен работать, дворец. Да, кстати, концерты постоянно. Там вот я уже видел. Но ты не можешь заполнять хоккеем. Почему ты не можешь заполнять хоккеем? Потому что у нас тут пауза на юротур, тут у нас, мы ждем и Хафе, когда нас допустят, тут у нас чемпионат мира, тут подготовка к чемпионату мира. И в итоге тут у нас пандемия, тут у нас месяц мы к Олимпиаде готовимся. Ты не можешь эксплуатировать свой объект, который построил за очень большие деньги, и ты не можешь его отбивать на хоккей. Такой же вопрос к тебе. Если мы выйдем из их Хафе и скажем, идите лесом, мы будем жить сами по себе. Это психологически лучше? Или все-таки надо ждать, не ломать ничего? Да ну давайте выйдем, а что? Я тут из серии давайте вяжемся в драку, посмотрим, что будет. Поэтому я бы вышел. То есть я не вижу как-то, ну вот, например, выйдем. Что мы потеряем? Да, вот что мы потеряем? Сейчас мы не теряем вообще ничего. Потому что они на 35-м не выпускают. Знаешь, мы потеряем единственное, что нас заставят тогда пройти вот как сборная Словакии, там с самой нижней группы. Ну и что? Ну и пройдем. С группы Д, там. Пройдем, будет интересно. Да, 60-0, там 7-0. Ну, я только вот сильно... То есть это 4 года ты будешь идти дальше? Канаду заставили так, когда она вернулась? Нет. Я почему-то... Нас заставят. Я почему-то, знаете... Хороший пример. Мне в первую очередь почему-то вот... Ну не то, что как-то обидно, а я вот задумываюсь все-таки вот про молодежный и юниорский чемпионат мира. Ну хорошо, там взрослый. Хотя я понимаю, что это как бы афиша, но интерес больше вызывают вот эти. Потому что на взрослом слишком много левых команд. А тут как бы все достаточно четко. И мне просто обидно за ребят, которые потеряют очень большой виток в своей карьере. Ты же сам сказал, договариваемся, играем в серию в серию. Да, напрямую играть надо. Ну вот. Тогда вопрос так или иначе решится. Ну потому что действительно, Мечков, Мирошниченко, они не играли... Они не доиграли очень много. Да, они сыграли. И видимо еще у нас кто-то не доиграет вот сейчас, в ближайшие сезоны. Демидов, братья. Поэтому он старше там успел посетить. Младше, да. Ну действительно... Поэтому сделайте вот Сутер-Силь молодежную прям вообще. Ты сам играл в МХЛ. С точки зрения развития молодого игрока они много теряют, если не играют? Именно в этом возрасте. Много, да? Ну да, да. Потому что даже я там по этим евротурам молодежным поездил, но это все равно опыт. Ну это же другой уровень игры, конечно, совершенно другая школа. Ну ты что? Все равно международные матчи мотивации там, атмосфера. Нет, ну пример-то действительно есть из истории. Можешь попробовать. Мы спасли тогда Канаду. И вообще... Ну типа, да. Были лучшие самые... Их же все время вспоминают до сих пор. Вы их не застали. Поэтому я может и стал, потому что я выбирал между хокkeем, баскетболом и футболом. Я выбрал хоккей, потому что суперсерия 72, суперсерия 74, потом суперсерия Сэр-Энхэка, Монреаль, ЦСКА, ЦСКА, Филадельфика, там Харламу убивали. И потом пошли эти серии одна с другой, и потом чемпионат мира. 78-й год, когда приехал Эспозит, его застали на 10 лет впервые. Ты так рассказываешь, что как будто если мы выйдем из их хоккей, нам завтра приедут Кросби, Макдэвид, и они там все будут перед руководством страны играть. Давай так. Такого не будет. Наверняка все-таки приедем мы туда. Надо нам ехать туда, не знаю, набираться. Ну потому что... Я сказал, мы уходим из-за кафе для того, чтобы сосредоточиться на развитии своей лиги. Мы самодостаточны. Да, но мы не должны самоизолироваться. Мы не изолируемся. Ты молодежь отправишь туда спокойно в декабре, как отправляли всегда? Нет, смотрите, уже налицо, что мы убрали эти паузы. Смотрите, какой чемпионат получился отлично, какой пауз получился отлично, потому что паузы не было. Потому что все на полном ходу вошли в паузы в свой первый раунд. Завершим передачу простым вопросом. Мы проголосуем. Выходим мы из-за кафе или нет? Каждый поднимает руку, если мы выходим. Если не выходим, мы ее не поднимаем. Мы выходим из-за кафе. Прям руку поднимаем. Я думал, что да. Выходим из-за кафе. Давай, да, выходим, а что? Выходим из-за кафе. Мы с Юртаевым выходим, Виталий. Ты с нами или нет? Я спойлер дал. Руку поднимай. Единогласно. Мы выходим из-за кафе. Единогласное заявление. Мы сейчас выходим из эфира и из-за кафе. Мы тоже их не позвали решать вопрос. А давайте спросим, кто нас смотрит. А кто-то есть против, что не надо уходить из кафе? Роман Барич нас смотрит? Да. Если вы считаете, что не надо, объясните. Это свою позицию. Вот за спиной, кстати, висит свитер Овечкина. Жалко будет, если он из-за того, что мы выйдем из-за кафе, он не сыграет на своей Олимпиаде в Италии. Но он, может быть, и так не сыграет. Так что вот такая у нас дискуссия получилась. Давайте в комментариях все это обсудим еще раз. Разогреем. Лайки, подписки, колокольчики. Спасибо за то, что были с нами. Пока-пока.